В то время, когда невозможно представить жизнь без интернета, информация имеет огромную силу и влияние. Фейковые неподтвержденные факты играют большую роль в освещении событий. Кыргызстан – страна демократии, свобода слова есть у всех, говорят эксперты. Однако отдельные лица, опираясь на это, распространяют ложные материалы, вводя граждан в заблуждение. Это говорит об отсутствии информационной грамотности автора, считает Айзада Халкамбекова. Распространение фейковых информаций негативно влияет на развитие государства, а также на двухсторонние отношения между соседними государствами. И на сегодня повышение медиа информационной грамотности – требование времени. Чтобы идти в ногу со временем, в Бишкеке началась Центрально-Азиатская конференция, посвященная повышению информационной грамотности под девизом «Развитие креативности через критическое мышление». В ней принимают участие представители 12 стран. Здесь есть более 30 экспертов, которые в течение двух дней поделятся своим опытом, навыками, знаниями. Мы приобретем новый тулс. Здесь очень много представителей, участников из системы образования. То есть у нас есть учителя, которые приехали со всех регионов Кыргызстана. Плюс есть у нас учителя, которые приехали из Узбекистана, из Казахстана. Учителя из Таджикистана, они подключаются онлайн. По итогам сегодня этих конференций, действительно, стороны или организации получат для себя новые идеи, новые какие-то методы, механизмы, чтобы реализовывать свои работы, обмениваться своими знаниями. Вот сегодня будет как раз классная панельная дискуссия здесь по поводу информационной, цифровой грамотности, где будет, мне кажется, всем полезно. Международные участники поделились своим опытом и практикой внедрения системы информационной грамотности. Она у нас с детских садиков, через школу, в университеты. И затем мы занимаемся этим с активистами, со взрослым населением. Ну вот последние события доказали, что мы сделали довольно-таки много, потому что население критически воспринимает материалы пропаганды. Это внедрение медиаграмотности в систему образования Узбекистана. Второй проект – это медиашкола Узбекистан, направленная на развитие потенциала журналистов и менеджеров СМИ в Узбекистане. Данная конференция, как отметили организаторы, станет площадкой для развития новых идей и проектов по продвижению медиа информационной грамотности. Наргиза Нурмаметова, Нурдан Сергеев, «Пирамида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова